Здравствуйте, товарищи служители! Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию работу Владимира Ильича Ленина, которую он написал в январе-феврале 1916 года. То есть это было еще как бы о революции в России вопрос стоял еще довольно открытым, то есть целый год еще был до революции. А Владимир Ильич писал эту работу, находясь в Швейцарии. И тем не менее в этой работе вопрос стоял о социалистической революции. И назвал эту работу Владимир Ильич так. Социалистическая революция и право наций на самоопределение. То есть наиболее такой важный, животрепещущий вопрос. Вот национальный, потому что шла Первая мировая война и как бы много таких национальных патриотических организаций, групп и партий в наличии было практически во всех странах. И конечно этот вопрос был очень животрепещущим. Ну и так, что же хотел сказать и сказал Владимир Ильич Ленин в этой работе. Социалистической революции и право наций на самоопределение. Он начал с того, что как бы дал краткую характеристику империализма и социализма и их как бы отношения к освобождению угнетенных наций. И сказал он следующее. Империализм есть высшая стадия развития капитализма. Капитал в передовых странах перерос рамки национальных государств, поставил монополию на место конкуренции, создав все объективные предпосылки о существимости социализма. То есть империализм это как бы говорит Владимир Ильич, что предвестник социализма. Поэтому, говорит он, на очереди дня в Западной Европе и в Соединенных Штатах стоит революционная борьба пролетариата за низвержение капиталистических правительств, за экспроприацию буржуазии. Империализм толкает массы к такой борьбе, обостряя в громадных размерах классовые противоречия, ухудшая положение масс и в экономическом отношении, то есть в тресле дороговизна и в политическом, а именно, говорит Владимир Ильич, рост милитаризма, учащение войн, усиление реакции, упрочение и расширение национального гнета и колониального грабежа. Если так вот обратиться к сегодняшнему времени, то империализм мало изменился от той характеристики, которую дал ему Владимир Ильич. Далее он говорит, победоносный социализм необходимо должен осуществить полную демократию, а следовательно не только провести полное равноправие наций, но и осуществить право на самоопределение угнетенных наций, то есть право на свободное политическое отделение. Социалистические партии, которые не докажут всей своей деятельностью и теперь, и во время революции, и после ее победы, что они освободят порабощенные нации и построят отношения к ним на основе свободного союза, а свободный союз есть лживая фраза без свободы отделения, такие партии совершили бы измену по отношению к социализму. Вот так он характеризует отношение социалистических партий к самоопределению наций. И говорит, что, конечно, демократия есть та же форма государства, которая должна исчезнуть, когда исчезнет государство, но это будет лишь при переходе к окончательно победившего и упрочившегося социализма к полному коммунизму. То есть демократия только может исчезнуть при коммунизме. Далее, вот так, дав такую характеристику, Владимир Владимирович переходит к такому вопросу, как соотносятся между собой социалистическая революция и борьба за демократию. То есть в чем тут соотношение, какое соотношение, в чем разница. И говорит, что социалистическая революция не один акт, а не одна битва по одному фронту, а целая эпоха обостренных классовых конфликтов. Длинный ряд битв по всем фронтам, то есть по всем вопросам экономики и политики. Битв, в которой могут завершиться лишь экспроприации буржуазии. То есть в социалистической революции это длительный этап. Было бы коренной ошибкой думать, что борьба за демократию способна отвлечь пролетариат от социалистической революции. Или заслонить, затенить ее напротив, как невозможен победоносный социализм, не осуществляющий полной демократии. Так не может подготовиться к победе над буржуазией пролетариат, не ведущий всесторонней, последовательной и революционной борьбы за демократию. То есть борьба за социалистическую революцию и борьба за демократию неразрывно связаны между собой, говорит здесь Владимир Ильич Ленин. И далее он говорит, что раз борьба за революцию, социалистическую демократию связаны, он дает такой посыл, что социалистическая революция может разгореться не только из-за крупной стачки, или уличной демонстрации, или голодного бунта, или военного восстания, или колониального мятежа, но и из-за любого политического кризиса. Вроде дело Дрейфуса, тогда это было в 1916 году, дело Дрейфуса, очень такое известное. Или в связи с референдумом по вопросу об отделении угнетенной нации. Усиление национального гнета при империализме, говорит он, обусловливает для социал-демократии не отказ от утопической, как говорит буржуазия, борьбы за свободу отделения наций, а напротив усиленное использование конфликтов, возникающих и на этой почве, как поводов для массового действия и для революционных выступлений против буржуазии. То есть, классовую борьбу, борьбу против буржуазии, говорит Владимир Ильич, необходимо, конечно, сочетать с борьбой за свободу наций. И вот после этого он переходит к анализу такого вопроса, или к рассмотрению, в чем состоит значение права наций на самоопределение, и как это право относится к федерации, то есть к федерации наций различных. И по этому поводу он говорит, право на самоопределение наций означает исключительно право на независимость в политическом смысле на свободное политическое отделение от угнетающей нации. Конкретно это требование политической демократии означает полную свободу агитации за отделение и решение вопроса об отделении референдумом отделяющейся нации. Таким образом, это требование вовсе не равносильно требованию отделения. Дробление образования мелких государств, говорит Ленин, оно означает лишь последовательное выражение борьбы против всякого национального гнета. То есть самоопределение это борьба против национального гнета. И чем ближе демократический строй государства к полной свободе отделения, тем реже и слабее будут на практике стремления к отделению. Ибо выгоды крупных государств и с точки зрения экономического прогресса, и с точки зрения интересов массы, несомненно. То есть крупные государства это более эффективные государства, и поэтому дробление на мелкие государства это не суть политики социалистов, как говорит Владимир Ильич. А целью социализма, говорит он, является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их. И именно для того, чтобы достигнуть этой цели, мы должны с одной стороны разъяснять массам реакционность идей о так называемой культурно-национальной автономии, а с другой стороны требовать освобождения угнетенных наций не в общих расплывчатых фразах, не в бессодержательных декламациях, не в форме откладывания вопроса до социализма, а в ясно и точно формулированной политической программе, специально учитывающей лицемерие и трусость социалистов в угнетающих нациях. Подобно тому, как человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций, человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, то есть их свободы от деления. Вот такую мысль проводит Владимир Ильич по поводу права наций на самоопределение. От общих положений, что каждая нация должна иметь свое политическое кредо и свое политическое положение, равное с другими нациями, он переходит далее к рассмотрению вопроса о как же рассматривает как бы рассматривает революционный пролетариат вопрос о самоопределении наций. То есть с марсистской точки зрения, как понимает пролетариат этот вопрос о самоопределении. И говорит следующее, пролетариат угнетающих наций не может ограничиться общими, шаблонными, повторяемыми любым пацифистским буржуа фразами против аннексий и за равноправие наций вообще. Пролетариат не может обходить молчанием особенно неприятного для империалистической буржуазии вопроса о границах государства, покоящегося на национальном гнете. Пролетариат не может не бороться против насильственного удержания угнетенных наций в границах данного государства, а это и значит бороться за право самоопределения. Пролетариат должен требовать свободы политического отделения колоний и наций, угнетаемых его нацией, то есть той нации, которая принадлежит пролетариату, которая угнетает другие нации. В противном случае интернационализм пролетариата остается пустым и словесным. Ни доверие, ни классовая солидарность между рабочими угнетенной и угнетающей нацией невозможны. То есть это вот как должен относиться пролетариат угнетающей нации к вопросу о самоопределении. С другой стороны, говорит Владимир Ильич, социалисты угнетенных наций должны в особенности отстаивать и проводить жизнь полное и безусловное, в том числе организационное единство рабочих угнетенной нации с рабочими угнетающих наций. То есть пролетариат должен в своих устремлениях быть един во всех нациях, говорит Владимир Ильич. И продолжает, что без этого невозможно отстоять самостоятельную политику пролетариата и его классовую солидарность с пролетариатом других стран при всех и всяческих проделках, изменах и мошенничествах буржуазии. Ибо буржуазия угнетенных наций постоянно превращает лозунги национального освобождения в обман рабочих. То есть преследует свои интересы. Ну и это вот как бы рассмотрев вопрос, что должен делать пролетариат угнетающих и угнетенных наций. Ну и далее Владимир Ильич кратко рассматривает, в чем отличие марксистского понимания этого вопроса от оппортунистического. И говорит, в противовес мелкобуржуазным демократам Маркс видел во всех без исключения демократических требованиях не абсолют, а историческое выражение борьбы руководимых буржуазией и народных масс против феодализма. Нет ни одного из этих требований, которое бы не могло служить и не служило при известных обстоятельствах орудием обмана рабочих со стороны буржуазии. Выделить в этом отношении одно из требований, он имеет ввиду демократические требования, политической демократии, особенно самоопределение наций и противополагать его остальным в корне неверно теоретически. На практике пролетариат может сохранить свою самостоятельность, лишь подчиняя свою борьбу за все демократические требования, не исключая и республики, в своей революционной борьбе за свержение буржуазии. То есть вся борьба за демократию должна подчинена основному вопросу свержения буржуазии, говорит Владимир Владимирович. И продолжает. Маркс выдвигал на первый план, имея ввиду больше всего интересы классовой борьбы пролетариата в передовых странах. Коренной принцип интернационализма и социализма таков. «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы». Ну и поскольку шла Первая мировая война, это был 16-й год, Владимир Владимирович, конечно, не мог обойти вопрос и отношения социал-шовинизма, и его отношения к самоопределению наций. И по этому поводу он сказал, что империалистическая эпоха и война 14-16-го годов особенно выдвинула задачу борьбы против шовинизма и национализма в передовых странах. По вопросу о самоопределении наций, есть два главных оттенка среди социал-шовинистов, то есть оппортунистов, прикрашивающих империалистическую реакционную войну, применением к ней понятия защиты отечества. То есть вы помните из истории, что практически все социалисты, за исключением российских социал-большевиков и чесняков в Болгарии, все как бы встали на позиции защиты отечества. Так вот, развивая эту мысль, что оппортунизм применил понятие защиты отечества, Владимир Ильич говорит, что с одной стороны мы видим довольно откровенных слуг буржуазии, защищающих аннексии во имя того, что империализм и политическая концентрация прогрессивны и отрицающих якобы утопическое иллюзорное мелкобуржуазное право на самоопределение. С другой стороны, мы видим каусхианцев и других соглашателей, они стоят за единство с первыми и на практике вполне совпадают с ними, защищая право на самоопределение чисто словесно и лицемерно. Они отстаивают, они не отстаивают необходимости революционной тактики социалистов, именно угнетающих наций, а напротив, затушевывают их революционные обязанности, оправдывают их оппортунизм, облегчают их обман народа. И, конечно, и те, и другие, говорит Ленин, одинаково оппортунисты, которые проституируют марксизм, потеряв всякую способность понять теоретическое значение и практическую насущность тактики Маркса. Ну и далее Владимир Владимирович останавливается на вопросе, который сформулировал так, что какие же конкретные задачи пролетариата в ближайшем будущем, ну именно в этом вопросе. И говорит, социалистическая революция может начаться в самом близком будущем. Перед пролетариатом в этом случае встанет немедленная задача завоевания власти, экспроприации банков и осуществления других диктаторских мер. Буржуазье постарается в такой момент раздробить и затормозить революцию, навязывая ей ограниченные демократические цели. Если все чисто демократические требования способны при условии уже начавшегося штурма пролетариев против основ власти буржуазии сыграть в известном смысле роль помехи революции, то необходимость провозгласить и осуществить свободу всех угнетенных народов будет так же насущна в социалистической революции, как насущна она была для победы буржуазно-демократической революции. И далее он говорит, что возможно, однако, что до начала социалистической революции пройдет 5-10 и более лет. Но, как вы знаете из истории, именно, что первая мысль о том, что где-то в самом ближайшем будущем может начаться революция, так оно и случилось, что прошло чуть больше года с этого момента, как была написана эта работа, и произошла в октябре 17-го года эта социалистическая революция в нашей стране. И на очереди, говорит он, будет стоять революционное воспитание масс в таком духе, чтобы сделать невозможной принадлежность к рабочей партии социалистических шовинистов и оппортунистов, и их победу, подобную победе в 14-16 годах. То есть, что шовинисты, как бы, именно в рамках второго интернационала одержали победу. Их там оказалось большинство. И поэтому в заключении своей работы, в заключении своей работы, он, Владимир Владимирович, такую мысль провел, что каково же должно быть отношение к самоопределению российской социал-демократии, и как относится к ней второй интернационал. И по этому поводу он говорит, что, в принципе, решение Лондонского международного социалистического конгресса второго интернационала 1896 года признавало самоопределение наций. Но Владимир Владимирович говорит, что этого недостаточно. И он говорит, что оно должно быть дополнено определенными положениями, отвечающими научному пониманию. То есть, это понятие о самоопределении именно марксистскому пониманию. И предлагает, что это решение Лондонского конгресса должно быть дополнено следующему указанию. Он их прямо как бы разделил на пункты и так их назвал, обозначил. Первое, это указать на особую насущность этого требования при империализме. То есть, при империализме особенно нужно обратить внимание на самоопределение наций. Второе, на политическую условность и классовое содержание всех требований политической демократии. Третье, что предлагает Владимир Владимирович ввести дополнительное решение, это указать на необходимость различать конкретные задачи социал-демократов, угнетающих и социал-демократов угнетенных наций. То есть, должно быть различие, но оно, это различие, как выше указывал Владимир Владимирович, должно отвечать интересам пролетариата. Четвертое указание, которое хотелось бы дополнить, это указать на непоследовательное, чистословесное и в силу этого, по своему политическому значению, лицемерное признание самоопределения оппортунистами. Пятое, на фактическое совпадение с шовинистами тех социал-демократов, особенно великодержавных наций, которые не отстаивают свободы отделения колоний и наций, угнетаемых их нациями. Их, на них, именно нациями, которые угнетают. И шестое дополнение или указание, это указать на необходимость подчинить борьбу за данное требование, как и за все конкретные требования политической демократии, непосредственной революционной массовой борьбе за свержение буржуазных правительств и за осуществление социализма. То есть борьба за демократию, в том числе и за такое демократическое требование, как право на самоопределение, должно быть прежде всего подчинено борьбе за свержение буржуазной диктатуры. Вот почти этой мыслью он и заканчивает свою работу. Ну и я тоже хочу закончить и то, что хотел до вас довести. Пожалуйста, какие-то есть вопросы или уточнения по этому поводу? Ну, вопросы, наверное, с самого начала. Первый доказ о том, что все нации имеют право на самоопределение. Политическое, экономическое самоопределение. При этом они будут все равны. Так если все нации равны, то зачем им разделяться? Вот именно. Он и говорит, что, конечно, это не значит, что все должны разбежаться и создать мелкие государства. Наоборот, чем более крупное государство, оно экономически выгоднее и политически выгоднее до победы полной социализма и перехода к коммунизму. Но, тем не менее, если какая-то нация будет считать себя выше другой, то ничего не получится, как бы, не достигнуть цели социалистической революции без решения вопроса о равенстве в политическом, не в каком-то там каких-то вопросах мелкоэкономических или бытовых, а именно в политическом смысле и по отношению, конечно, к средствам производства. То есть, как бы, трудящиеся должны составлять основу таких государств. Вот о чем речь-то шла в этой работе. А вот вам тогда диалектика и обратная сторона медали. Вот все народы в единое государство сложились, все в государстве живут, ничего, и нет никаких разниц между народом. А как же культура там национальная, национальная одежда, кухня? Что теперь, прощай поесть нельзя. Нет, Александр, ну зачем так упрощать? Зачем так упрощать? Конечно же, культура, это все различные у разных наций и положения. И не надо сразу, конечно, чтобы все сбежали сразу в одно государство. То есть, нужно, чтобы в рамках тех государств, в которых победит социалистическая революция, именно решать все демократические вопросы, но и не забывать вопрос о самоопределении нации. Вот о чем речь идет. А не о том, чтобы всех тут же как бы в один котел согнать. Конечно. Нет, ну так не сразу, потом, и в наступлении коммунизма все будут в одной нации. Нет, не в одной нации. Нет, равенство, как бы, по отношению к средствам производства и, как бы, и к распределению благ, да, равенство. Но не в каком-то там другом понимании. Так, тут есть странный вопрос из чата. Это самоопределение какой нации по границам Федерации Российской? По границам? Казахстан, да, Борякия. Ну, нации у нас где-то больше ста, по-моему, в различных государстве. Даже вот уже в разделенном Советском Союзе, в России. Но, тем не менее, как определить их границы, ну, я не знаю, зачем их определять границы. Просто надо, как бы, учитывать интересы этих наций. Но социалистическая революция, она, как будет решать вопрос? Что к средствам производства все нации имеют одинаковое отношение. То есть, общественные становятся средства производства. Не принадлежат какому-то капиталисту, олигарху. А всем трудящимся они принадлежат, независимо от принадлежности какой-то нации. Вот о чем речь идет в марксизме. Может, все имеется в виду, что если нации начнут самоопределяться и выделяться в отдельные государства, то вопрос о границе всегда возникнет? Конечно, да. Но это только через соглашение между теми государствами, которые будут возникать при отделении нации. Хотя, да, конечно, марксизм не стоит за то, чтобы от нации обязательно отделилась. То есть, это просто сложный такой вопрос. Это очень сложный вопрос. Да, этот вопрос, конечно, очень остро стоял на протяжении всей существования социал-демократической рабочей партии, то есть, пролетарских марксизмских партий. И сейчас стоит вопрос. И не так просто решить его. И тем более, что империализм этим очень пользуется. Он, как он натравил нации даже бывшего Советского Союза друг к другу. Это же ужас какой-то. Жили 80 с лишним лет дружно в одном государстве, а теперь воюем друг с другом. Тут еще в чате пишут про категории снятия. Наверное, надо тогда пояснить, что у нас, получается, действительно, право нации на самоопределение снимается тем, что все нации будут равны. Конечно. Да, конечно, да.